Прогулка по Нячангу в полдень. Середина дня, стоит адская жара, от дороги адский шум. Шум, потому что ездят все на двухтактных скутерах, а они тарахтят немилосердно. Вот аборигены еще заезжают на тротуар, им мало места на дороге. Стоянка. Ой, я иду, изнываю от жары, нет никакого ветерка, никакой прохлады. Вот такой стоячий воздух, такое стоячее пекло. Вот бабушка торгует лобстерами, спрашивают цену, а она говорит, что по 300 донгов за лобстер. Это примерно 900 рублей. Недорого, но непонятно, когда куплены, пойманы эти лобстеры, когда сварены, они с каким-то налетом. Вот еще едет человек навстречу, ему мало места на дороге, он решил по тротуару прокатиться. Ну а что, тротуар широкий, в чем мне покататься, плевать, что здесь люди ходят. Ну да ладно, такое не часто случается. Ну, впрочем, бывает. Скутеристы во Вьетнаме бесцеремонные, заезжают на тротуары, на остановки, чуть ли не въезжают на своих скутерах в магазины. Это тут принято в порядке вещей. Так что набережная вроде чистенькая, красивая подметена, но вот этот воздух, этот стоячий котел, горячий котел из стоячего воздуха, он висит над городом, он никуда не девается. Ветерка нет, вот видно, что деревни не шевелятся, ни листочек не двинется, ничего. И в общем, в такое время надо только сидеть в номере под кондиционером, а не гулять по городу, как я вышел. Потому что прохлады нет никакой, никакого удовольствия от такой прогулки. Идешь как в раскаленном, ну я не знаю, может быть в пустыне, как по пустыне идешь раскаленной. Это центральная улица Нячанга, она тянется вдоль моря, и больше всего транспорта, больше всего отелей на ней стоят, больше всего народу по ней ходит. Ну и цены здесь, естественно, выше всего. Скутеров вот вроде сейчас немного, но грохот от них стоит немилосердный. Все двухтакники, все двухтакники, они очень шумные. Большинство двухтакники, четырехтакники они дороже, ну народ экономит местные на... Так, поворачиваем к морю, видны острова там вдали, тут несколько островов, и в общем они где-то там маячат. На них возят экскурсии на катерах, кто хочет, но насколько я понимаю, там ничего интересного особо на них нет. Вот идем вдоль пляжа, то есть идем, это я иду, больше никого нет. Иду вдоль пляжа, в камере нет стабилизации, поэтому подрагивает. Тогда у меня еще не было камеры со стабилизацией, поэтому вот что есть, то есть. Тут отдыхают местные служители на пляже, смотрящие за пляжем. Тут всякие торговые, шезлонгов прокат, ну и так далее. Кафешки тут, в общем территория занята. Там дальше бассейны будут, так, выхожу опять, выхожу опять. Да, вот дерево с интересными корнями, такими массивными, добывающее себе воду из глубин, из последних сил. Опять выхожу на центральную улицу. Тут опять кафешки. Ну, в общем, ни о чем город скучный. Пойти некуда, делать нечего. Вот как-то не пришелся, не по душе он мне, не по душе. Никакой приятности в нем нет. Шум от скутеров, адская жара, высокая влажность. Вот еще один поехал по тротуару. Ну, вот мало ему места на дороге, ему хочется по тротуару покатиться, прокатиться. Нарезает. Не стесняясь. Вроде красиво тут, да, но ни к чему эта красота, ни к чему. Она не из тех красот приятных, которые жаждет сердце. Дорожки стилизованные, выложены камнем разноразмерным. Приятные вроде, да. Но вот без прохлады. Вся эта красота, она проходит мимо. Прохладу бы, ветерок сюда, и было бы другое дело. Но нет, ни прохлады, ни ветерка. В тени почти так же жарко, как и на солнце. Да и пальмы тень дают такую, не очень. Не очень тень. Поэтому, это вот, по-моему, единственная прогулка, которую я предпринял в полдень. Больше я так не гулял. Да, деревья тут затейливо подстриженные. Вот там был кадр. Местные садовники любят подстригать всякими фигурами, показывать свое мастерство. Ну, меня это как-то мало интересует. Вот перегородили машиной тротуар, тоже не стесняюсь. Ну, а чего? Им удобно так и поставили. А люди должны обходить. Ну, ладно. Да, вот вышка есть. Там мелькнула вышка на пляже спасательная. На ней, опять же, никого нет. Никакого впередсмотрящего. Остров Дали. Это тот остров, где парк вот этот, к которому тянется канатная дорога. Винперл. Канатную дорогу отсюда не видно. Ну, там дальше кабинки ходят. Ну, там аквапарк. Большой, очень большой аквапарк. И к нему ездит канатная дорога в вагончиках. И все. И больше там ничего нет. А тут пляжи. Пляжи, лежаки. Ну, сейчас на пляже тоже никого нет. Потому что, по-моему, сейчас было в это время 2 часа дня. Все ушли, чтобы не обгореть. На такой жаре человек обгорает моментально. Ну, под зонтиком, конечно, можно в тени оставаться. Но тоже зной и надушно. Все равно же надо идти купаться к морю. Окунаться. Есть, несколько человек есть под зонтиками. Так что, это большой город. Ну, вот типа Ялты. Пляж большого города. Девчонка вообще очень напоминает Ялту. Та же суматоха, суета. Так же неудобно, так же шумно. Много народа. Тут, правда, пляж, правда, получше. Тут песок. Он широкий, большой, длинный. В Ялте там с пляжами беда. А тут спокойно можно купаться. Есть где расположиться. Чуть в сторону отошел, уже спокойно. Ну, правда, до тех пор, пока не придут и не усядутся рядом с тобой китайские туристы. Тогда надо уходить. Потому что они очень шумные и покоя не будет. Ну, это не проблема. Перешел дальше опять спокойно. Да, уличные тренажеры. Такие же, как у нас. Но здесь они появились раньше. В Москве их еще не было в то время. Это 16-й год. В Москве их еще не было в то время. А здесь они были уже вовсю. И некоторые виды этих тренажеров так у нас и не появились. Кстати, там есть такой тренажер для прогибания спины назад. Такая дуга. Ложишься на нее и делаешь мостик. В Москве почему-то таких не сделали. Зато наставили всяких силовых. А для растяжек нет. Ну, отсюда вот до моей гостиницы километра два. И так вот я тащусь. Ни шатка, ни валка. По этой жаре. Гостиницы. На самом деле это полчаса ходу, наверное. Ну, по жаре они так. Не сильно приятно. Милое дело кондиционер. Однажды мне надоело. Вот все это. И я, по-моему, дня три просидел просто в гостинице под кондиционером, читая книжку. Это было масса удовольствия. Просто масса. Вообще, пребывая в Нячанге, я считал дни до отлета домой. Не понравился мне этот город. Так что делайте выводы. Ехать вам туда или нет. Я бы второй раз не поехал. Ну, деревья какие-то накрученные. Бог с ним. Климат не тот. Не для нас это климат. И виды центральной улицы. И вот тут вот все так. Больше гулять негде. Вот это единственное место, где можно погулять. Климат. Л alt.